так ладно хватит и эта штука дохнет быстрее чем я успеваю ее ремонтировать думаю на это можно закончить типа живет но не живет в процессе работы над проектом гип 10000 на стероидах мне написал мой подписчик сергей и предложил некий индикатор под названием мг 301 и некоторое количество плат для него фотографиях я узнал анодные катодные драйвера и дал добро на пересыл индикатор наконец-то оказался у меня гип 10000 на стероидах я завершил и пришло время оживлять мг-3 как вы понимаете оживлением получилось скорее неудачным чем удачным пациент скорее труп чем живой он очень долго путешествовал по различным полкам у сергея был сильно поврежден и самое главное здесь комоповская логика которая дохнет от любого прикосновения но обо всем по порядку индикатор мг-3 представляет собой тайл из 4 плиток размером 2 на 2 на базе этого единичного модуля предполагается собирать экраны больших размеров скажем во всю стену как например вот эта фотография из какого-то командного центра вооруженных сил российской федерации или экранчики поменьше например размерами 16 на 8 или 8 на 8 причем в каждом случае узнается блок 2 на 2 что интересно в российском центре управления полетами вплоть до 2015 года сверху статусная панель была собрана именно на газоразрядных индикаторов в их случае на двухцветных и гг-1 64 64 м в 2015 ее заменили на более современный индикатор но при этом электроника 7 остался на своем месте как говорится работает не трогай вы круто ошибаетесь если думаете что в советском союзе кроме и гпп 32 на 32 других газоразрядных индикаторов не выпускалась эти газоразрядные панели лишь малая толика той номенкулатуры которая выпускалась огромное спасибо николаю за то что решил избавиться от своей коллекции газоразрядных матричных индикаторов в пользу пополнения моей коллекции и верхнем левом углу ринга уже привычный вам и гпп 32 на 32 этот индикатор только зеленого цвета позднее он кстати стал называться и гг-1 32 на 32 л где l означает зеленый удваиваем количество пикселов и гг-1 64 64 м м значит многоцветный в данном случае всего два цвета зеленый и оранжевый шашечкой сзади видим контакты для подпайки или для пугопинов 164 164 92 год я полагаю но точно не 92 неделя от и к 8 изменения пока отсутствуют дальше вы увидите о чем это я разъемов нет и это самая большая боль надо делать паттерн вот этих площадок и подпаивать специальную плату уже под разъемы чтобы вот никаких тех кучи проводочков что были на гипп овердесян тысяч на стероидах чтоб такого ничего не было вокруг залито эпоксидкой здесь точно такой же бутерброд идет стекло проводочки подпаиваются к печатной плате и все заливается эпоксидкой 4 винта для крепления причем все размеры вот этих всех панелей они абсолютно одинаковые 192 на 192 и по моему 148 на но два цвета все-таки мало да уже какие-то градации цвета идут но давайте добавим третий цвет синий зеленый синий и типа красный получим и гг 64 64 м2 три цвета здесь сгруппированы в блоке размером 2 на 2 пиксела и вот эти черные точки и это как раз те самые пиксел которые светятся черным ничем они не светятся просто 3 не делится на 2 поровну поэтому 64 на 64 из них 32 на 32 блока по 4 пиксела синий зеленый красный тип rgb но очень качественный rgb а вот кстати как выглядит и gg 4 64 м2 в работе огромное спасибо кулеру за этот маленький видеоролик и gg 5 64 на 64 м2 у которого фактически сто процентов площади и эта панелька тоже имеет синий зеленый красный пикселы но здесь вот 4 пиксел черный а здесь 4 пиксел рабочий он светится белым это rbg в панель так называемый пентайл как мы видим эта панелька явно бушная к ней подпаивались провода и они были безжалостно отрезаны хорошо что не повреждены контакты контакты здесь кстати сильно отличаются один толстый один тонкий что не очень хорошо под и gg 5 64 64 м 2 придется разрабатывать свою платку изменение номер 12 то есть что-то такое находили что-то такое происходило что потребовалось аж 12 изменений эти две панельки современные двухтысячных годов выпуска и у меня даже нет их названия равно как и gpp 32 на 32 эти матричные индикаторы использовались составе телевизоров на базе четырех таких плиток вот что я хочу увидеть когда я переворачиваю индикатор вверх тормашками разъемчики более того здесь установлены даже резисторы только ограничительные это хорошо поскольку сейчас нам будет проще ее включить название здесь никаких нет есть только доцимальный номер 7 103 328 возможно изменение номер 1 сдается мне это 2009 год первая неделя как вы понимаете сюда должна ставится какая-то дополнительная плата с катодами наверное ну и через разъемчик подключаться еще одна платка на фотографиях телевизора на базе этих панелей эти платки четко различаются здесь вместо эпоксидки какой-то зеленый компаут более тонкий панелька вообще стала гораздо тоньше где-то в полтора раза наверное тоньше она и что мне больше всего нравится то что она прозрачная ну как прозрачная здесь нет печатной платы и соответственно то что будет светиться будет светиться с обеих сторон ну прикольно абсолютно никакого практического применения чисто такое дизайнерское красивое решение разъемчики кстати тоже залит этим зеленым компаудом последняя панелька сзади и тут опаньки плата катодных драйверов в полном составе надо сказать видны транзисторы которые тянут катодные линии к земле их раз два три четыре пять шесть сорок восемь штук на каждом по 8 6 8 48 здесь видны вот так вот лучше blue green red какие-то потенциометры которые позволяют на отрегулировать токи для синего зеленого и красного сложно сказать кто именно управляет здесь каким цветом ну я полагаю что сюда подается какое-то питание а вот с этого разъема снимается сигнал там на анодные что ли ключи анодные соответственно плата ставится поверх причем ей достаточно всего лишь вот этого разъема здесь вообще нет никаких не до цимального номера не надписи ничего дата кода 2000 для 595 и вот здесь ирка какая-то стоит 2004 года то есть панель тоже довольно свежая наконец-то индикатор и его плата оказались у меня разложил я их на столе и стою смотрю что же мне с ними делать как все это дело собирать шлейфов соединительных нет их наверное надо как-то городить и что-то как-то подозрительно мне показалось вот эта плата окна какие-то зачем-то да и думаю я ее вот так положу ну-ка 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 это значит анодные так ну-ка ну-ка это вот сюда так это катодные центральный управляющий слева справа катоды так здесь всего один разъем это вот сюда так 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 ну-ка 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 еще одна катодная плата тоже сюда так так оба оказывается никаких шлейфов и не надо все прекрасно собирается непосредственно на разъемах модуль такой получился все уже на месте анодные драйвера тут катодные плата управления разъемчик тут для подключения к вышестоящей схеме управления и все никаких проводов ничего не надо красота же красота рассмотрим сию девайсину поближе четыре индикатора и gpp 2 32 на 32 сейч с разъемами соединительная плата у которой есть разъем для подключения к вышестоящему устройству интерфейс на разъем через который мы передаем данные на этот индикатор и 5 плат центральная плата плата управления и сканирования далее две платы это катодные платы что интересно здесь 32 катодных ключа несмотря на то что разрешение у нас 64 на 64 это значит что скважность логике 32 не 96 как у меня не 64 как может показаться на первый взгляд а именно 32 две анодные платы здесь кроется разгадка вместо 64 анодных ключей которые бы требовались для реализации схемы 64 на 64 на каждой плате располагается по 64 ключа то есть на двух платах 128 этот индикатор одновременно отображает две строки данных свободный разъем используется для загрузки информации в азу с вышестоящего устройства поскольку здесь комок 9 вольт уровня сигналов если мы хотим подключить нему 5 вольтовую схему нам нужен переходник адаптер на разъеме 200 вольт общий 9 вольт линии выбор блока которые сгруппированы в группы по 4 выведены на пины для установки джемперов по 6 линии адреса по x и по y линии запрет сброс стирания запись и в общем то все для 12 линий адреса и 3 линии управления мне необходим преобразователь в моем случае это cd 40109 микросхемы в каждой по 4 штуки и вот они здесь стоят запрет идет обратный сигнал я его просто с помощью делителя превращаю в 5 вольт этого более чем достаточно печатная плата таким образом очень простая ну а где лучше всего заказывать платы правильно на pcb вей подгружаем герберы я люблю палаты синего цвета на первый заказ дают скидку 5 долларов поэтому вы заплатите только за доставку ссылочки есть в описании под видео вот как выглядит итоговая плата разъем snp 64 нужны конфигурации 2 по 32 4 корпуса cd 40109 маленькая платка табличка и в общем то здесь больше ничего нет этими пинами выбирается устройство они стоят на нуле и два разъема плюс 9 и плюс 200 вольт изначально индикатор поступил ко мне без принципиальных схем и это несколько усложнял задачу поскольку предполагалось что нужно еще и про реверс инженерить все это барахло но спасибо добрым людям которые нашли принципиальные схемы и не поленились их отсканировать все эти схемы есть у меня на страничке на вики по ним же была определена распиновка разъема и создан маленький адаптер который позволяет управлять индикатором от arduino nano вся информация по mg3 есть у меня на вики в разделе индикаторы я обработал все фотографии альбома схем который получил и разместил их на страничке каталогизировал по платам по диаграммам давайте посмотрим поближе из чего она все состоит мне неизвестна расшифровка всех аббревиатур но в принципе можно догадаться что это азу адресная линия содержит 8 бит данных дешифратор азу 16 линий поскольку 16 микросхем с помощью селектора выбирается нужный из 16 чипов там идет одна из четырех групп и 16-битный выход отправляется на анодные платы интерфейс доступа здесь однобитный с помощью входов а x1 x6 а y1 y6 выбирается соответственно столбец и строка и в зависимости от того что вы хотите сделать с выбранным вами битом вы подаете сигнал записи или стирания тактируется все от генератор тактовых импульсов он перебирает счетчик столбцов счетчик строк и соответственно подает нужный адрес на азу с выхода все подается на блок регистров в итоге 8 битный интерфейс доступа к блоку регистров преобразовывается в 64 битный набор данных на основании которых зажигаются те или иные аноды наших индикаторов vl 1 2 3 и 4 с катодными платами все гораздо проще на них со счетчика строк подается непосредственно номер строки которые нужно зажечь и с помощью усилителей сигналов у нас на индикатор подается катодные импульсы в неактивном состоянии они держат 200 вольт в активном состоянии притягивают к земле кроме того на плате управления есть формирователь анодных импульсов прямой и инверсный сигнал которого подаются на усилители анодных импульсов это большие транзисторы на катодных платах на выходе которых либо есть сигнал в 200 вольт либо его нет это позволяет в два раза уменьшить требуемое число транзисторов на анодных платах как я уже сказал в основе четыре индикатора и gpp 2 32 на 32 как оказалось после первого запуска две индикаторных панели которые располагались здесь и здесь оказались мертвыми они не реагировали на сигналы платы управления а если подать 400 вольт между анодом и катодом то они не светились в отличие от этих двух рабочих оригинальный индикатор здесь 82 года из-за того что мне присылал виктор боев я нашел две рабочих платы 90 года причем я нашел еще и два трупа от виктора боева то есть из 50 индикаторов и gpp и gpp 2 как минимум четыре штуки у меня мертвые а мне надо 48 то есть у меня опять дефицит индикаторов и gpp и gpp 2 индикаторы крепятся на алюминиевой рамки толщина этой рамки 8 миллиметров здесь чуть потоньше поскольку здесь располагается платы но вот основная рамка 8 миллиметров так что то что я взял 100 люку 3 миллиметра ну не такая уж и большая разница по прочности далее идет соединительная плата на соединительной плате 6 разъемов один разъем к вышестоящим один разъем на плату управления и по одному разъему на каждый из катодных и анодных драйверов эти конденсаторы на 200 вольт здесь стоят я их поменял потому что здесь стояли старенькие электролиты плата ставится таким образом и по-хорошему должна крепиться на 8 винтов чтобы никуда не деваться как ее правильно располагать вот так или вот так я понятия не имею но здесь нет абсолютно никакой разницы как она будет в итоге стоять все здесь по сути симметрично по одной оси весь индикатор собран на микросхемах пятьсот шестьдесят первой серии то есть камоповские 9 вольтовые микросхемы и это на самом деле и недостаток поскольку она очень чувствительна к статике и просто помирает от того что ее трогаешь на плате управления располагается 16 корпусов микросхем оперативной памяти статического типа k561 ru 2b каждая на 256 бит не бит не крашен бабушка ездила то есть здесь 512 байт памяти ровно столько сколько нужно для отображения информации на индикаторе 64 на 64 точки с первого взгляда кажется что здесь огромнейшее количество логики и в ней совершенно невозможно разобраться но на самом деле все гораздо проще это дешифратор адреса на базовой логике вот это генератор тактовых импульсов на триггерах и счетчиках реализован перебор раз счетчик два счетчик раз тригер два триггер на них организован перебор строк и столбцов вот эта схема формирует правильные импульсы записи и стирания а вот эта схема формирует длительность импульсов необходимых для записи остановиться стоит только вот на этой микросхеме это k561 la 1 на ней собран тактовый генератор который тактирует всю остальную схему частота тактирования порядка 140 150 килогерц и особенностью в том что сначала она работала работала на следующий день я включаю плату и тактирование нет просто сдохла вот эта микросхема только лишь ее замена помогла я уже было грешил на конденсатор здесь стоял вот такой же я заменил его на многослойную керамику здесь вот тоже многослойную керамику заменил и сигнал тактирования все-таки появился также можно заметить что здесь 7 корпусов оперативной памяти новые но вернее как они отличаются от тех которые здесь стоят связано это с тем что да я их поменял после того как я вывел тестовую картинку шашечками правая половина индикатора в целом хорошо отображала картинку кроме одной линии то есть 7 микросхем азу из 8 работали хорошо а вот левая сторона там все было хуже там 2 из 8 каналов работали нормально поэтому я заменил 7 корпусов микросхем но привело это не к восстановлению работоспособности азу а к полной деградации всех остальных микросхем либо сопли либо я статикой убил ну да хрен с ним вообще надеялся что индикатор будет скорее рабочим чем не рабочим ну потому что с виду были небольшие потертости повреждения там пара микросхем было как-то сдвинута на бикрень и не работал например там что-то пришлось перепаять конденсаторы починить и она же в принципе завелось но вот с оперативка какие-то проблемы причем дотрагиваешься до нее и дохнет очередной модуль я изначально брал этот индикатор под дербан я хотел его запустить а потом взять четыре индикаторы gpp2 для проекта гип овер 10000 на стероидах для которого требуется 48 таких плиток у меня есть 50 но из-за того что я уже нашел четыре неисправных у меня снова есть дефицит индикаторов и gpp да вы не ослышались эту панель я тоже буду разбирать рама останется сюда пойдут и g5 64 64 м2 впоследствии поскольку у меня их по моему 10 штук или 9 как раз вот они займут эту раму их главное проверить перед тем как распаять потому что я вот беру индикаторы gpp2 подключаю его к источнику питания он не работает здесь мне очень крупно повезло все 9 индикаторов хоть они разной степени убитости но они все были рабочие они все рабочие вот я его включаю они все светятся да есть кое-какие проблемы которые связаны с тем что здесь скважность 96 а конденсаторы разрядные рассчитаны под скважность 64 по хорошему их надо увеличить в два раза просто допаять вторые конденсаторы параллельно первым и индикатор заработает гораздо лучше но поскольку я планировал подербанить ничего модифицировать я не хочу в итоге 4 индикатора пойдут на гиповер 10000 на стероидах печатные платы уйдут на полочку здесь куча советских деталей я думаю они найдут свое применение в каких-то моих будущих проектах две платы катодных драйверов практически идентичны друг другу отличие заключается в распиновке разъемов и в распиновке одной микросхемы на плате катодных ключей присутствуют сами катодные ключи на базе этих четырех микросхем мультиплексоров организовано правильное включение выключение катода поскольку его нужно делать задержкой в данном случае мы либо делаем активным нужный нам выход либо подаем единицу на все ненужные выходы вот эта верхняя схема как раз формирует анонный импульс сорок первой линии приходит 200 вольт и уходит на шестую линию на самом деле на седьмую здесь в схемах встречаются некоторые недочеты в плане нумерации вот вход анодного импульса вот выход анодного импульса это 6 и 7 вход 6 выход 7 должен быть здесь маленькая ошибка на каждой плате имеется по 16 катодных драйверов эмиттерный повторительно кт 502 и силовой ключ кт 630 в.м. позолоченный я проверил все 32 линии и одна линия была неисправна вот этот транзистор я поменял к сожалению найти кт 630 в.м. оказалось достаточно проблематично даже в никеле не говоря уж о позолоченных кт 630 а пожалуйста но у них низкое напряжение они к нам не подходили поэтому здесь стоит 2н 6517 который свои функции выполняет вот этот участок на базе четырех транзисторов выдает импульсы для анодной схемы один выдает прямой импульс второй инверсный импульс и вы можете заметить что здесь отсутствует транзистор это все потому что здесь было пробито три транзистора из четырех и один импульс просто-напросто отсутствовал это приводило к тому что анодные импульсы формировались некорректно к сожалению кт 809 а у меня не оказалось поэтому здесь стоит кт 858 он здесь неплохо разместился и в принципе нормально выполняет свою функцию кстати небольшой совет если вы хотите отмыть индикатор от пыли один из наиболее простых способов взять изопропиловый спирт и искупать так сказать платы в нем но не поленитесь определить каким электроизоляционным лаком они покрыты возможно это будет шеллак как в моем случае платы становятся очень некрасивыми они все в разводах они липкие пока не высохнут в общем сплошное счастье для любителей шеллака но и запах вот этот характерный ну и две анодные платы на каждой по 64 анодных драйвера на базе одного транзистора вот эта маленькая схемка разрешает индикацию она обычно включена и выключает индикацию в моменты записи данных в оперативную память в обычном состоянии на этой линии присутствует 9 вольт и мы можем управлять этим транзистором как видите анодный ключ содержит всего лишь один высоковольтный транзистор через диод с резистором подаются прямой и инверсный импульсы с катодной платы и вот наш конденсатор на котором как раз и формируется импульс до 400 вольт который снимается вот с этой линии и выводится непосредственно на анодный разъем как же работает эта хитрая схема диод резистор конденсатор резистор диод сюда через транзисторы подается 200 вольт это по два силовых блока на катодных платах отсюда мы снимаем сигнал на анод и вот здесь есть еще один транзистор который приходит на 9 вольт в неактивном состоянии нам на нот надо подать 200 вольт подавать мы его будем через вот эту цепь поэтому этот транзистор мы включим этот инверсный выключим что получится здесь 200 вольт сюда ток не пойдет если нам надо будет зажечь анод то нам надо вот этот конденсатор будет зарядить мы открываем этот транзистор и здесь получается 9 вольт и через транзистор происходит заряд нашего конденсатора заряжается он до напряжения 191 вольт теперь закрываем этот транзистор открываем этот транзистор и закрываем тоже этот транзистор что получается, эта цепь у нас обрывается, сюда поступает вот в эту точку уже не 9, а 200 вольт, этот ток не идет и получается, что здесь 200 вольт плюс еще 191 вольт и на ноде оказывается 391 вольт. Кстати, эта схема реально имеет смысл для повторения в гип-овер 10000 на стероидах, да и в драйверах для цветных индикаторов, поскольку вместо 64 транзисторов при двухтранзисторной схеме на ключ здесь потребовалось 32 транзистора на анодной плате и по 4 транзистора на катодной плате. Три транзистора управляющих, один силовой. Итого 8 плюс 32, 40 вместо 64. А здесь 128 ключей нам бы потребовалось 256, а здесь всего лишь 136. То есть в два раза уменьшается требуемое число транзисторов. То есть схема реально имеет смысл. Мне нравится такой подход. Вот тут можно заметить горелый резистор, те самые негорящие анодные линии. Это либо пробитые транзисторы, либо не работающие ключи. Платы немножко пострадали и пришлось поменять разбитые конденсаторы на живые. Вот эти линии, кстати, работают в итоге. Был разбит еще трубчатый конденсатор блокировочный на регистре, тоже поменял и в принципе все. Кстати, все платы пронумерованы. Когда индикатор показывал только две линии, у меня была дилемма, правильно ли я поставил платы в порядке нумерации. То есть вот разъемы, куда их ставить. Где должен быть первый? Здесь второй, третий, четвертый, пятый. Или здесь первый, второй, третий, четвертый, пятый. Я изначально рассудил, что вот эта плата, вот этот разъем будет шестой платой, поскольку там тоже должна быть небольшая платка соединительная. И расположил один, два, три, четыре, пять. Когда я проверял распиновку этих разъемов, я лишь убедился в том, что я оказался прав. Ну и на это у меня пока все. Сорян за такой долгий, нудный ролик. Следующий будет гораздо интереснее. Мои спонсоры на ютубе и патреоне знают, о чем я говорю. Подписывайтесь на канал, а также на телеграм, инстаграм и по всем ссылочкам, которые есть в описании под видео. Ставьте видео лайк, делитесь в соцсетях. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на ютубе и патреоне, а также различными железками. В этот раз отдельное спасибо Евгению К. за подгон двух видеокамер КТП-63. Безумно антуражные видеокамеры, которые выглядят точь-точь как глаза для робота Валли. И в принципе, если найти робоплатформу подходящих размеров, то можно соорудить какого-то такого робота. Разъемчики я нашел, вкупе с КТП-82 и парочкой видоискателей сделаю небольшой ролик про советские системы видеонаблюдения. И да, вот так надо сушить документацию, которая десять лет провалялась во влажном подвале. Еще спасибо Александру К. за документацию на имеющиеся у меня измерительные приборы. Я вообще наткнулся на объявление на Авито, написал продавцу. Он такой, Артем, а у вас сейчас каналчика на ютубе нет? Я говорю, да, это я. И он совершенно бесплатно выслал мне некоторое количество документации. Здесь техническое описание и схемы. Да, большая часть есть в сети, но эти схемы гораздо лучшего качества, чем те дежавюшки, которые по сети гуляют. Они очень помогут в оживлении некоторых моих экспонатов, например, S164. Еще без внимания остался Илья Г., который перед Новым годом задарил мне кучу различного тяжелого железа, накальные трансформаторы, парочка анодников, магнитный усилитель и трубочку для рентгена, которая у меня просто на полочке будет стоять, не переживайте, свинцовые трусы я покупать не собираюсь. Видос куда-то делся, поэтому как-нибудь потом покажу, а вот про магнитный усилитель как-нибудь будет отдельный видос, потому что это очень интересная штука. Ну и спасибо всем, кто меня смотрит, делится моими видосами и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok